Слушайте, вот реально, не знаю, уже плакать или смеяться, иной раз мониторя ленту новостей. Сегодняшнее утро, пожалуйста, топ Яндекса. Первая же публикация, которая бросается в глаза, читаем вместе. Исследование вакцины от COVID-19. Стартует третья, финальная стадия клинических испытаний. Могу с вами поспорить, многие даже сейчас, да, не заметили ничего необычного. Ну не заметили, ведь так ничего не удивило. Поэтому продемонстрирую вам второй скриншот того же самого сообщения. Здесь я специально выделил еще одну строчку. Подчеркнул в смысле, обратите внимание, в каком разделе данная публикация размещена. Именно. Это реклама, дамы и господа. Вот это поворот. Оказывается, на испытаниях очень нужной всему миру вакцины от заболевания, которые в РФ, между прочим, даже в перечень социально значимых внесли. Ага. Так вот, на испытаниях панацеи от страшного недуга, в Великой Скрипоносной, кто только не зарабатывает. Даже рекламщики национальной поисковой системы. Внимание, вопрос. Что на самом деле происходит за окном? Там действительно какая-то пандемия разбушевалась? Или все происходящее не более чем спектакль, дабы кто-то смог посильнее набить карманы? Начинаем. Вообще, вокруг этой вакцины какая-то ерунда непонятная творится. Она как бы есть, но ее как бы нет. Оба этих процесса живут в параллели. Давайте попробую объяснить на пальцах. Итак, в мире панацеи от короны все еще не существует. Что-то там, конечно, разрабатывается, создается. Но пока это что-то находится на стадии тестирования. Вот выше продемонстрировал. Сами создатели не могут утверждать, что у них получилась именно та самая вакцина. Повторюсь, исследуют препараты. Аппараты будут исследовать еще какое-то время, полгода, год, как получится короче. В то же время в России, например, уже сляпали. Какой-то спутник Вэй не просто сляпали. Ребятишки успели протестировать, а провести все необходимые испытания за три месяца. Ну, к этому мы еще вернемся. Массовая вакцинация объявлена и идет полным ходом. Российских солдат и офицеров начали прививать от коронавируса. Вакцина уже поступила во все военные округа. В первом защиту от ковида получат медики, работающие в красной зоне, а также командование и военнослужащие, которые несут боевое дежурство. При этом вакцина, вот это вот спутник Вэй, по-прежнему нигде не зарегистрирована. Я имею в виду сейчас какие-то международные организации, вроде Всемирной здравоохранения. Но типа вакцину уже колят людям. Теперь давайте поясню, зачем вообще нужно регистрировать такие вещи. Снова на пальцах. Смотрите, у нас в деревне на даче соседка гонит какую-то бормотуху-самогон. Уверяет, будто это чистейший виски. Натурпродукт, однако, кроме ее слов, других подтверждений данному мифу не существует. Ее натурпродукт не проходил сертификацию. Она не сдавала его на анализ в лабораторию. Короче, что за сивуху мадам делает и продает, одному богу известно. Насколько оно безопасно с точки зрения употребления. До фиг его знает, поэтому с кого спрашивать. Если вдруг люди потравятся, а не с кого. Ну, потому что официально-то моя соседка ничего не производит и не продает. Боже, дуванчик она морковку выращивает. Вот и с нашей вакциной то же самое. Одна Ванга сказала, это лекарство. Но документально оно никак и нигде не подтверждено. Кроме руссказней пропагандистов и отдельных чиновников, которые, кстати, сегодня чиновники, а завтра уволились. У россиян нет ничего. К слову, даже чиновники, заявившие о массовой вакцинации, как-то вот настолько издалека говорят о возможных последствиях прививки. У меня все чаще и чаще терзают смутные сомнения. Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней. Поэтому важно в течение этих 42 дней не заразиться новой коронавирусной инфекцией. Воздержаться от посещения места с большим количеством людей. Соблюдать масочный режим и режим гигиены. А вот сейчас я вам приведу простой пример, после которого даже у скептиков сомнения возникнут. Очень рекомендую. Покажите эту программу ура патриотам. Хочется услышать именно их измышлизмы. Это реальная журналистика. Сейчас все будет. Поехали! Итак, вопрос, который интересует в данной ситуации конкретно меня, как человека, который в обозримом будущем собрался стать отцом. Для меня, кстати, непонятно, почему этот немаловажный фактор при испытании вакцины спутник В не учитывался. А от слова вообще... Вот вы все правильно поняли, да. Никто сейчас нам с вами не в состоянии ответить, как дружба с данным препаратом скажется на функции деда рождения. Как оно скажется на протекании беременности. Как оно скажется на здоровье будущего ребенка. Таких данных нет ни у кого. Даже у министра здравоохранения и у Голиковой. Почему? Ну, давайте для тех, кто на бронепоезде, только факты погнали. О создании вакцины было объявлено 11 августа текущего года или 4 месяца назад. Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Пока все верно. Дальше. К испытаниям ребятишки приступили в сентябре, на дворе декабрь, считаем вместе сентябрь, октябрь, ноябрь. Три месяца те испытания проводились и все. А от момента зачатия до момента рождения ребенка сколько этих самых месяцев должно пройти? Напомните мне, кто-нибудь, иными словами, у них нет этих данных и быть не может. Они в принципе понятия не имеют, как спутник ВС кажется на репродуктивном процессе для россиян. Хорошо, допускаю, что они кололи вакцину с забеременевшим женщинам. Ну, первую стадию отследили, но как вакцинация отразится на протекании второго и третьего триместра? Они точно понятия не имеют. Про здоровье будущего малыша выше все сказал. То есть, никто на планете Земля оного не знает, но эту хрень уже колят людям. Вот что, с ума сошли? Слушайте, ну теперь во всяком случае понятно, почему наши чиновники документы на регистрацию своего спутника не подали. Подавать потому что нечего. По факту это не вакцина. Это та же самая бормотуха производства моей соседки, ну которая самогон гонит. И это делалось прежде всего в Африке. То есть, экспериментальная зона была Африка. Именно там зародился синдром приобретенного иммунодефицита. Ну, вымерла Африка почти, да? Конечно, это очень эффективный метод по сокращению из населения. И точно так же прививают население в России. А еще теперь, наконец, понятно, почему ни президент, ни чиновники, ни депутаты не спешат прививаться российским чудо-лекарствам. Еще раз, да потому что три месяца испытаний для такого препарата это лажа. Это ничего. По сути, испытания еще только начались, а Ваня, как дурак, уже бежит записываться на укол. Записывайся. Кто тебе не дает это частное право каждого идиота? Ну, только записывайся тогда, как доброволец, принимающий участие в исследовании, в эксперименте. Во всем мире это делается за деньги, кстати. А вот распоряжение массовой вакцинации на данном этапе, вы простите, но оно даже преступно. Речь в тысячный раз, скажу, идет о национальной безопасности на минуточку. О выживании целой нации. И, кстати, да, про спешку чуть не забыл. Спешка во всей этой истории меня тоже очень умиляет. Российские власти как будто боятся куда-то опоздать. В спешном порядке препарат создавался. В режиме ошпаренной кошки тестировался. Если вообще тестировался, даже с массовой вакцинацией этой. Сперва хотели в 2021 году начать, и оно, в принципе, хоть немного логично выглядело. Потом закричали, нет, давайте прямо сейчас. А вспомните заявление Собянина, сделанное на прошлой неделе. Во всей Москве после объявления о массовой вакцинации прививаться изъявили желание всего 5000 человек. Для данного мегаполиса это вообще пшик слезы. Читай, никто не записался. А в этот же день, ну как только данную инфу обнародовали, бургомистер Белокаменный делает громкое заявление. Мы планируем ширнуть 7 миллионов москвичей. Какие 7 миллионов москвичей? Тебе москвичи уже продемонстрировали, что они думают об этой вашей афере. Как? Я должна вас понять сейчас. Каким образом? Мне ваши мысли прочесть. Мне в вашу голову залезть сейчас. Я этого сделать не могу. Я жду от вас сейчас победного звонка. Только на это у нас осталось время. Вот и все. Здравствуйте, ваше решение называйте. Пошла ты в жопу! Я к чему все это сегодня вытащил в эфир, господа. Нет, отнюдь не для того, чтобы в очередной раз поругать Путина и его единую Россию. В данный момент речь идет о более важных вещах о национальной безопасности. Уже сказал о нашем будущем. Не только о моем, о будущем всех россиян. О будущем целой нации. Хотя нет, мы же многонациональная страна. Как там было у классика? И финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык. Не важно, что я русский, а ты, например, чеченец или дагестанец. Ну и что? А вот она Марийка. А вот те ребята татары, эти вообще башкиры. Ну и так далее. Ну все вместе-то мы россияне. Друзья, мы просто не имеем права бездумно колоть себе, что попало. Возьмитесь уже за голову. На себя наплевать-то хоть о тех, кто после нас останется. Подумайте. Все. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на оба наших канала. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться пока. Пока.